В октябре вынесли приговор по одному из самых резонансных дел последних лет. Решение суда выслушали руководители и организаторы крупной финансовой пирамиды ТОО «Голд Компани ЛТД», больше известной как просто «Голд». Процесс над тремя подозреваемыми длился почти год. Число потерпевших по делу больше 10 тысяч октябинцев. В общей сложности они отдали аферистам 10 миллиардов тенге. Какие же сроки получили мошенники и стоит ли горожанам рассчитывать на возврат своих денег, расскажет Динара Уркумбаева. Этого дня 10 тысяч потерпевших по делу о крупной финансовой пирамиде ждали целый год. Самих основателей задержали еще в феврале 2020-го. Двое из них граждане России, один житель Актюбе. У мошенников был какой-то особенный дар убеждать, иначе чем объяснить, что всего за два месяца они собрали у актюбинцев фантастическую сумму – 10 миллиардов тенге. Люди вкладывали деньги в пирамиду целыми семьями и были абсолютно уверены, что моментально разбогатеют. Минимальная сумма взноса составляла 300 тысяч тенге. Через несколько месяцев аферисты обещали удвоить и даже утроить ее. Убеждали, они инвестируют в некую канадскую компанию. Актюбинцы в подробности не вдавались и приносили в голд свои сбережения. У кого их не было, оформляли кредиты. А когда в феврале 2020-го полиция объявила руководителя пирамиды в розыск и опечатала офис, люди отказывались в это верить. Я возмущен, что закрыли, то, что не дают работать, чтобы простые люди богатели. Потому что, наверное, кому-то невыгодно, когда простые люди богатеют. Понимаете? Кому-то можно, может, у них нет ни бизнеса. Вот, если смотреть, вот женщины, они многие дома сидят. Они с детьми сидят, правильно? Они могут просто сюда положить деньги и богатеть. Но следствие установило, на самом деле не все так просто. Как только оперативники попытались задержать основателей пирамиды, двое из них, граждане России, бросились в бега. Еще один, житель Актюбе, находился в это время в женаузине. Его арестовали сразу. Чуть позже в тюрьме оказалась вся троица. И вот, спустя два года и четыре месяца в скандальном девеле поставили точку. Трое руководителей Финпирамиды признаны виновными. Но, учитывая различные смягчающие и отягчающие обстоятельства, они получили разные сроки. И Литвиненко назначено 12 лет, Москвину 9 лет, Хазбаеву 6 лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Стоит отметить, что широкую популярность Финпирамида получила благодаря мощной рекламе. Особенно активно ее продвигали блогеры в соцсетях. Правда, никакой ответственности за это не понесли. Примечательно, что большую часть этих денег аферисты уже вернули обманутым вкладчикам. На сегодня им осталось выплатить 2,5 миллиарда тенге. Но сейчас, когда мошенников осудили, возврат этой суммы под большим вопросом ко всему у руководителей Финпирамиды еще есть право обжаловать приговор.